Санаторий Алтай. Здесь можно встретить отдыхающих из Москвы, Забайкалья, Республики Коми. Каждый год география туристов расширяется. Грязелечение, массаж, соляная пещера, лечебные ванны и все это в Новоалтайске. Постояльцы говорят, что санаторий Алтай не уступает знаменитым здравницам края. Встречает вежливо, провожает вежливо. Питание хорошее. И я ездил в другие санатории, но этот санаторий лучше всех для меня кажется и ближе. Сегодня в РЖД продолжают развивать социальные объекты региона. Алтай один из них. Недавно Западно-Сибирская железная дорога инвестировала средства в обновление санатория. В здании провели ремонт номеров, закупили современное оборудование, кардиограф, лечебные ванны, душ, виши и не только. Написано в карточке, что повтор через 8 месяцев. Я думаю, что на следующем году точно сюда обязательно приедем. Такие вложения – вклад не только в создание современных рабочих мест и здоровье собственных сотрудников, но и в развитие социальной инфраструктуры города. Отдохнуть в санатории могут все желающие. Также здесь действуют и короткие оздоровительные программы. Особой популярностью у нас пользуются заезды выходного дня, когда человек заезжает в пятницу, отдыхает в субботу, в воскресенье выезжает. Основные направления по этим программам – это снижение веса, это релаксация, это укрепление иммунной системы. Сегодня в санатории, благодаря которому развивается и сам Новоалтайск, уже идет активное бронирование на весну, лето и осень.